Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 и сегодня вас ждет матч по Старкрафт 2 Wings of Liberty самой первой части нашей любимой игры, которая вышла еще в 2010 году На дворе уже конец 2021, но нашлись люди, которым было интересно провести турнир именно по Wings of Liberty Знаете, поностальгировать, посмотреть как выглядел Старкрафт на старых картах Ну и может быть просто вспомнить, как же игралось с Тераном, Зергом и Протасом во времена Волла Во времена первого экспаншена, первой части трилогии Старкрафт 2 В этом турнире с призовым фондом в 1000 долларов приняло участие несколько европейских и корейских прогеймеров И я специально для вас подобрал лучшие игры, лучший матч этого турнира Реплеем которого любезно поделился наш украинский прогеймер Александр Свисюк, он же Блай Украинский Зерг играет против испанского Терана Альфа-Х Акверона Рубена Вилла-Нуэвы Если я правильно все прочитал, вы знаете, я не спец в испанском Но ничего страшного Акверон в любом случае для нас очень хорошо знакомый игрок Ребят, если вы не смотрели недавнее видео, буквально позавчерашнее, секретного агента Обязательно зайдите и посмотрите Там были проблемы с качеством, были проблемы с доступностью видео из-за того, что шалил Ютуб Из-за того, что Ютуб до сих пор в шоке и в ужасе от того качества, которое, собственно, мы, как правило, используем при записи Так вот, я действительно очень советую посмотреть там игры, которые определенно стоят вашего внимания И там была игра с Аквероном, в рамках которой я поставил свой рекорд АПМ Никогда я так много не кликал, как в игре Зазерга против Терна Акверона В недавнем секретном агенте, обязательно посмотрите, игра очень прикольная Где мы с вами очутились? Помимо того, что мы находимся в первом сете этого матча до трех побед Нет, мы на карте Энтум Дуали Я помню, как много у нас было флуда на тему того, как же эта карта правильно читается Вали или Уолли или Уэлли или еще там какое-то Уэлли Ну, вы поняли, я обычно не слишком запариваюсь на этот счет Ну, и мне кажется, нашим участникам, 20-летнему испанскому Терну И опытнейшему 32-летнему украинскому Зергу В принципе, тоже все равно, как правильно эта карта читается Тем более, что они не нейтив-инглиш-спикеры, так же, как и мы с вами И, соответственно, они просто собираются на этой карте побеждать Карта такая весьма любопытная Здесь вторая база вот так вот на возвышенности Видите, тут два спуска А дальше очень любопытный переход на третью базу Третья база вроде как тоже простая Видите, она на хайграунде находится Но к ней ведут камни И это, например, достаточно ощутимое препятствие для Зерга Которому... Ну, давайте подумаем Где Блайю ставит третью базу вообще? В принципе, глобально Я не знаю, куда эти дроны поехали Но здесь ее точно не поставить, правильно? Здесь очень далеко Здесь вроде бы и да, но тут камни Однако третья база, быстрая, нужна именно по меркам современной меты В матчапе Зерга против Терна, да и, в принципе, Зерга против кого угодно Блай хоть и играет в современном ЗВТ иногда с двух баз, но он это делает неохотно, скажем так Ну и у него такие весьма специфические билды То есть он не играет стандартное макро, он играет два хатмуту, нидусы, вот такие вот вещи Соответственно, если мы говорим о стандартном макро То Блайя тоже третью базу предпочитает брать А вот по меркам Уинксов Либерти В принципе, он может себе позволить долго сидеть с двух баз Если, конечно, он не будет получать много урона от этих гелионов Которые очень нагло проезжают на натурал Блая И, собственно, во времена Уинксов Либерти королевы были не настолько хороши Чтобы сдерживать вот такие вот проезды гелионами Они, ну как, они, правда, по большей части по воздуху били хуже По земле там более-менее сопоставимо Но все равно, видите, у Блая не доделась плетка Из-за чего он потерял довольно ощутимое количество дронов Десять дронов было уничтожено Это прям плохая новость для Блая У него, правда, очень много дронов на мэйне Оттуда можно лишних убрать Но все равно проезд гелиона в Акверону оказался эффективным Во что идет Акверон, давайте посмотрим Акверон идет в две фэктори гелионов с адским пламенем Ну, я не просто так вам про возраст говорил На момент выхода Уинксов Либерти Акверону было девять лет Девять Поэтому я не скажу, что он там сильно играл во времена Вола Или вообще понимал, что происходит Однако стратегия у него такая Очень даже неплохая по меркам Про гейминга времен Уинксов Либерти И снова Блай допускает ошибку Снова гелионы проезжают к нему На этот раз уже на главную базу Катастрофический урон наносит Акверон Билдордер две фэктори в гелионов с адским пламенем Это вообще такой был золотой стандарт игры в механизацию Но знаете, чем отличалась механизация времен Уинксов Либерти От механизации, которая есть сейчас? Хелбатов не было То есть были только гелионы Они в хелбатов не превращались Ни в каких и как следствия И против там лингов Бейлингов И против Роучей Именно в лобовом сражении гелионы были намного слабее Но как юниты Хараса, как юниты поддержки Гелионы работали просто превосходно Продолжает кататься именно гелионами Акверон Забравший уже 23 раба у соперника Блай ничего не смущает Он достраивает шпиль Здесь у него по-прежнему камни, у которых 2000 хп Которые Блай даже не начинал пока пробивать Ну и, конечно, интересно наблюдать за попытками Блая Привнести Уинксов Либерти в какую-то современную мету Вот это большое количество королев Это все не работает Акверон как раз играет четко Так как, собственно, играли во времена Вола И вы видите этого Тора Видите, что у него есть полоска энергии Знаете, зачем она нужна? У Тора есть пушка Вот я не помню, сколько там миллиметров, честно Там она то ли 150-мм, то ли 200-мм, то ли еще сколько-то миллиметровая Короче, дофига миллиметровая пушка, вы поняли Снаряд там здоровый И ее применение как раз стоит энергию Грейт на эту пушку был одним из самых бесполезных Уинксов Либерти Его редко кто и мало кто делал Мало кто, мало когда применял Но при этом энергия Торов это был прекрасный ресурс для Протоса Понимаете, почему, да? Протосы просто делали хай-темплеров и фидбэчили Торов Тем самым наносили им огромный урон А в остальном эта энергия никак не использовалась Ну, посмотрим, может быть, Акверон созреет и сделает этот апгрейд на Торов Пока Акверон делает другой апгрейд Апгрейд на Сидж танком Еще одна штука, которая нынче выглядит как Что, простите, апгрейд на раскладку танком Но ведь танки по дефолту могут раскладываться Нет, Уинксов Либерти не могли Поэтому для них нужно было действительно делать особый апгрейд Вы вообще понимаете, как сильно бафнули механизацию С тех пор, как в нее вроде бы играло достаточно много людей Уинксов Либерти И в нее перестали играть после того, как ее так забафали У танков, значит, забрали апгрейды Терна такие Аааа, баф танков Так давайте мы просто будем морпехов с танками строить И нормально, очень хороший баф Спасибо, Близзард Потом бафторов У них забрали энергию Эту бесполезную пушку забрали Которую никто не использовал Но дали Собственно, им крутой режим атаки по воздуху Дали больше сплэша по земле В обычном режиме по воздуху И дали очень крутую атаку в альтернативном режиме И теперь они такие О, да, слушайте Торы стали круто работать Давайте их добавим к морпехам Будут, значит, помогать морпехам против муты и брудлордов Короче, поняли Задумывались бафы меха А получились бафы пехоты Так получилось Блай потерял еще немного дронов от проезда Гелионов И он, видите, уже прям в атаку хочет идти У него роучи вроде как со скоростью Но они какие-то такие все равно медленные Неповоротливые Я, честно говоря, не могу вспомнить Были ли на них какие-то бафы? Но роучи выглядят прямо очень печально Как-то они вообще еле-еле-еле доползают до этих танков Причем, по-моему, у них моделька Которая как будто бы должна быть в случае подземного перемещения Может, это скин? Я до сих пор не научился различать, когда скин, когда подземное перемещение Да, вы знаете, это может быть скин, потому что на моде специального баланса Wings of Liberty проходит игра Как следствие, не на моде WCS Game Hard Как следствие, тут проблема заключается в том, что скины могут быть нестандартные Ну и неудивительно, что Блай какие-то там скинсы на роучей Что делает зерк? Кстати, помните еще какая фишка была? Вот видите, у королевы на мэйне Блая почти 200 маны Вроде как ужас, кошмар, безобразие Как можно такое допустить? Но во времена Wings of Liberty нельзя было стечить инъекции То есть, вот если инъекция идет в хату, да, следующую бросить нельзя Как следствие, макро было намного сложнее, но Справедливости ради, при этом каждая инъекция давала 4 личинки, а не 3, как сейчас Тем не менее, мне все равно кажется, что сейчас макро за зергов проще Потому что лучше натыкать 5 инъекций впрок и получить 15 личинок Чем за это время там еле-еле успеть бросить 3 инъекции в макроигре напряженной И получить 12 личинок, понимаете, да, логику? Так, ну, у Блая пошли Грейды на атаку и пошел Хай Возможно, он собирается получить золотую связку Wings of Liberty Которая называется Infestor и Broodlord У Акверона 3 полностью раскачанные базы У него 5 Factory производят танков, Торров и Гелеонов И все это сейчас пойдет вперед Прям хочется, да, чтобы Гелеоны в Хелбатов превратились И мы увидели какую-то привычную картинку Нет, не превратятся У Блая очень много газа Заморфи реведжеров А реведжеров нет Реведжеры тоже только в Legacy of the Void появились Итого, газ можно тратить только на заказ Infestor И, кстати, странно, почему Блай инфестров не жалует А еще странно, что Блай позволяет себе заказать плюс 19 дронов, посмотрите При том, что все, что у него есть, это вот эта группа таракашек А еще обратите внимание на таймер Да, сколько минут видео прошло к этому моменту? Где-то 12 максимум Даже меньше, наверное, там 11, 10, что-то в этом духе Уже 17 минут игры Потому что во времена Wings of Liberty Игровой таймер не соответствовал таймеру настоящему Это тоже такая билиберда была Типа вот этот таймер, который должен соответствовать реальным секундам Он им соответствует на скорости Normal Которая используется только в компании, если ты проходишь на маленькой сложности А в мультиплеере все играют на скорости Fast Ну ладно, это отдельная история Акверон идет вперед и действительно Гелионы вот такую роль юнита поддержки выполняют Они еще и очень круто заезжают сейчас на четвертую базу Никем не прикрытую У Блая как раз доделывается Greater Spire Но Карапторов я в заказе даже не вижу Вот только сейчас они заказаны У Блая нужно еще немало времени для того, чтобы дожить до брудов Он подбегает и фокусит танки роучами Не Торова, а именно танки Хотя по-хорошему, если он тратит деньги на заказ брудлордов То ему нужно фокусить именно Тором Ну и здесь посмотрите, какая история До сих пор не пробиты камни Как следствие, дроны тут в западне Все юниты зерга в западне Они никуда не могут уехать И, соответственно, все эти Торы с танками могут просто развалить армию зерга Классический такой выход Мех Тернос плюс два Гелеоны снова дорвались до дронов Гелеоны настоящий МВП этой игры Потому что они, конечно, колоссальный урон нанесли Блаю Ну и все Блай уже меньше ста лимит Он пытался что-то сделать роучами Ничего не получилось 1-0 в пользу Акверона после победы на Энтумдуали Не могу не заметить, господа Что вот эта самая карта Энтумда Она появилась в Старкрафте уже где-то в 2012 году Это был более поздний Wings of Liberty А вот эта прекрасная карта появилась, собственно, еще во времена бета-тестирования Wings of Liberty Это карта Степи Войны Steps of War И это одна из самых ужасных карт, которые вообще когда-либо были во втором Старкрафте Ну, начать можно с того, что она мега маленькая Она вообще крошечная Вот это мейнтерана Один экран, вот натурал, да? Вот центр карты И вот чужой натурал То есть, rush distance здесь, ну, дай бог 25 секунд При современном золотом стандарте, там, 40 почти Так что здесь, конечно, очень агрессивные были стратегии Всегда очень такой жесткий, однобазовый, быстрый Старкрафт Но, с другой стороны, я могу понять разработчиков, геймдизайнеров В чем тут логика? В том, что на тот момент Старкрафт был игрой с довольно медленным стартом Потому что это сейчас, да, мы стартуем с 12 рабочими И экшен может начинаться уже на второй минуте Особенно, если там какое-то зафотонивание, 12 пул, прокси, бараки и так далее В те времена старт был только с 6 рабочих И поэтому, видите, вот сейчас даже играя в пул до хаты Блай получает первых зергингов, ну, достаточно поздно Там, 3.20 по игровому таймеру и где-то 2.00 по реальному То же самое касается терна и первых морпехов То есть, первые, там, 2-3-4 минуты экшена не будет на любой карте А хочется ведь, чтобы экшен на карте был, правильно? Это основа вообще геймдизайна любой мультиплеерной игры Там должен быть экшен, там должно быть какое-то столкновение двух игроков Не просто так, ведь человек играет против другого человека А не против компьютера, там, или сам собой в какой-то песочнице, правильно? Поэтому тут нужен экшен И экшена как раз достигали геймдизайнеры Именно за счет того, что они делали маленькие карты Блай пытался разведать Если на Entomb Дон реально разведал и получил кучу полезной инфы То здесь, на Steps of War, он не разведал вообще ничего Мне, кстати, кажется, ребят, что тут как-то немного лагает этот дождь И какие-то артефакты периодически порождает, нет? Карта делалась в 2010 году Может быть, с тех пор какие-то изменения произошли В StarCraft, но такое ощущение, что вот эти капли Они периодически что-то странное создают На максимальном отдалении камеры особенно Ладно, может мне кажется Я прям, поняли, не присматривался Но я краем глаза видел какую-то фигню Которая тут происходила И вот здесь, вот еще в самом начале игры Но сейчас я стал присматриваться внимательнее Может, такого и нет, ладно У Блая, видите, первые роучи пошли вперед Вот, опять-таки, это билд, похожий на современный билд Блая Где он тоже нередко открывается Там быстрым роучи-ворном идет вперед Роучи-ворном и превращает их в реведжеров Но здесь-то реведжеров нет И как тут пробить этот бункер Акверона Который стоит на хайграунде Да, в общем-то, никак Акверон еще с одной базы идет в баньшу Ничего себе Да Подлетает еще один Эверлорд Но Блайд что-то так посмотрел Увидел, что там бункер Сказал, ладно, все, плевать Не буду никуда роучами проходить Очень красиво Блай королевой заблокировал проход на мейн Прям очень круто сыграно Но у Блая есть проблема Она заключается в том, что пока Александр вообще Не готов к прилету баньшей Тут, правда, только заказана невидимость Так что, может быть, и не нужно драматизировать Ну да, спора нет Ну да, лейра нет Но там-то и невидимости нет, правильно? Есть две королевы, которые с одной баньшой справятся А там уже и подоспеешь Что-то посерьезнее Интересно, во что дальше Блай перейдет Третью базу ставить снова-таки Непонятно где, непонятно как Есть золото, но До этого золота еще поди доберись И тут есть другая, третья, но камни В итоге баньша один в один, естественно, королева убивает Тут королева пока подойдет Пройдет куча времени Итого Блай пытается выиграть время тем, что он роучем идет вперед А здесь, что происходит здесь Пошли вперед морпехи, гелионы, баньши и рабочие Акверон играет какой-то дикий однобазовый ол-ин Ну это в духе Steps of War Терен просто что-то строит Каких-то рандомных юнитов А потом внезапно приходит Зерк такой Да! А-а-а! Ну ладно, закажу-ка я роучи И только появятся они уже в момент, когда Юниты соперника будут в моей минеральной линии на натурале Да, вот так вот появляется роуч в лапах морпехов Блай выводит дронов, пытается отбиться на дронах И тут внезапная невидимость Очень неприятная для Блай Тем не менее, слушайте, а Блай нормально отбивается Да, он потерял много дронов, естественно Но он отбился, это самое главное Королева есть, роучи есть Рабованный у соперника забрал часть И вообще соперник на одной базе сидит Единственное, что банши Да, банши вообще очень жестко напрягаются Слушайте, сейчас просто двумя баншами можно игру выиграть У Блая в заказе только одна королева Вторая пошла на натурале А на мейне ставятся две справовые колонии Больше ничего нет Ой-ой-ой Блай зачем-то переползает на мейн спорой Но зачем? Как бы на натурале-то тоже Теперь ничего нет, ничего не прикрыто Боже, какая жесть Реально баншами Акверон сейчас может игру выиграть или... Стоп, не-не-не-не, подождите А тут роучи врываются А тут-то теперь бункера никакого нет Блай может пробить стенку и сам зайти в рабов Блай снова спорами Какими-то перекапывается, королевами Подходит, сейчас попробует забрать баншей Здесь прорываются роучи даже немного на гаде ловер Чтобы роучи чуть-чуть побыстрее прошли У Акверона ставился второй командный центр Пока он не будет достроен Рабочие срываются Очень много баншей на карте Прям дикое количество Роучи еще порубят немного СВ Разделяет их, естественно, Блай Для того, чтобы выиграть побольше времени у Акверона Один гелион, один морпех, три банши, 19 СВ Ну, Блай девять дронов всего-то навсего Да, он восстановится там спустя какое-то время И теперь у него кругом есть споры В большом количестве Даже две королевы есть Ну, как же так Блай гелиона пропустил Ой-ой-ой Пропустить гелиона это сейчас было прямо совсем не обязательно Потому что, конечно, гелион может огромный урон нанести Королевы как медленно перемещаются Аааа, дрон на красный ХП Ну все, приходится уже одного дрона в спору спасать Другой потерян Да, тут гелион нормально похорасился С учетом того, что и без того Экономика была очень слабая Боже, сколько баншей Техническую лабораторию на фэкторе делает Акверон Четыре баньши Там две королевы, но есть четыре споры Но новых королев Блай не делает Грейт на раскладку заказывает акверон Грейт, кстати, не дешевый Он, по-моему, 150-150 стоил Ну, минимум 100 на 100, но, по-моему, даже 150-150 Да, пока боится спор акверон Но, тем не менее, баньш, конечно, очень хороший урон наносит Да, на Steps of War игра выглядит вообще по-другому Вот, знаете, в чем, на мой взгляд, преимущество Wings of Liberty По сравнению с современным StarCraft, современной метой Тут, кстати, Блай очень здорово профокусил спор и баньшу В том, что раньше, в зависимости от карты, игры выглядели, ну, совершенно по-разному Да, не сравнить игру на Steps of War и игру на Intumed Потому что, ну, вот просто карты максимально по-разному работают В современном StarCraft, наверное, такого нет Карты, они, типа, как бы и разные Но, все равно, можно везде играть плюс-минус одни и те же стратегии Согласны? Мне кажется, это как раз то, от чего мы хотим избавиться, например, в рубрике «Сломанные игры», да? Где, как вы знаете, максимально оригинальные карты, которые ломают привычную мету От привычной меты мы хотим уходить при помощи, там, введения четвертой расы и других каких-то моментов А у Wings of Liberty это действительно, ну, просто вот так природно происходило Из-за того, что на разных картах... Карты слишком сильно отличались друг от друга просто И, соответственно, геймплей сильно отличался Был очень сломанным на некоторых картах, как, например, здесь Ну, объективно говоря, он редко был сломан в пользу одной конкретной расы И в этом была проблема, то есть Из-за этого, может быть, киберспорт был и не такой серьезный Потому что вот на Steps of War играть за зерга, ну, это дичь По меркам, там, нашего современного взгляда на то, как должна играться раса зергов Тут что, тут у Акверона вообще полный порядок, ребят Он до сих пор не заказал ни стимпак, ни щиты Но такое ощущение, что это ему и не нужно Просто морпихи, просто танки, и можно идти воевать Тут баньши безустановочно воюют с королевами И проблема в том, что, опять-таки, инъекции ты впрок не набросаешь, правильно? Как следствие, у тебя иногда могут хаты без инъекций простаивать Как вот сейчас, например, да? Из-за этого у тебя меньше продакшена Акверон сканит, видит, что у соперника как будто полностью раскачанная вторая Третью до сих пор нигде была и не поставил Хотя вроде как вот он дрона на золото отправляет Ну, поди еще защити, это золото, оно вообще черти где находится Терран заказывает стимпак У него уже есть медиокния Ну, у Террана такая армия, против которой Блай вообще, по-моему, ничего нет Что если Блай? Десять лингов и две королевы Снова бросает скан Акверон Как раз пытается, видимо, понять, что есть у соперника И, похоже, убеждается, что нет ничего Да, посмотрите, вот просто Терран вышел с натурала И бац, он уже на территории врага То есть, за время Которое есть у Зерга с момента выхода Террана с его собственных баз Зерг вообще не успевает получить ни одного юнита в заказ Абсолютно ни одного Вот юниты появляются, когда Терран уже разложился у тебя на натурале Реально, по меркам современной меты это вообще абсурд полный Ну, Блай пытается что-то сделать, но ничего не получается Что, ребят, Терна и Имба у Инксов Либерти, да? 2-0 в этом БО-5 Надо что-то делать, Блайчик Надо что-то делать Счет 2-0 В пользу Акверона Что это за загадочная башня Зелнага в тумане Знаете? Антиго Шипьярд Да, именно так называется эта карта На которой играли тоже где-то году в 11-12 Это была одна из первых карт новой волны Уже более современных, чем Steps of War Но тоже карта по меркам современной меты и тихий ужас Потому что, ну, наверное, здесь заблокировали любые респауны, кроме кроссов, да? То есть нет такого, что один игрок появится здесь, а второй появится здесь Представляете, да? Вот здесь, допустим, Терран появился И ему делать какие-то перетропы к зергу через сидштанки, разложенные здесь Чуть ли не на мейн-копоненту Это вообще сказка Да, наверное, тут только кросс-респауны Но все равно Карта такая весьма специфическая Потому что Протасы, например, нормальную стенку здесь в натурале не поставят Она слишком широкая Единственное, что можно попробовать на лоу-граунде Я внезапно поймал себя на мысли Да, реально, можно попробовать на лоу-граунде Но это очень тупо Что-то типа кибернетка Гейтвей Еще гейтвей Не, ладно, не факт Не, не, наверное, все равно не получится Ну ладно Короче, да Тут для Протаса вообще Непонятно, что делать Но в те времена Протасы, опять-таки, совсем по-другому играли Там были всякие три гейта Нексус на масс-центре и на масс-форсфилдах И это работало, потому что тогда не было реведжеров Престало работать Возможные занятия базы через сентре и через масс-форсфилды Именно когда у зерга появились реведжеры Так, а что вообще Акверон делает? Он играет барак-цц два газа Угу Он, кажется, такой же билд играл на энтумд Ну, Акверону пока все хорошо Вот парень вроде не играл во времена Уинкс оф Либерти Но тут что-то так посмотрел Прикинул Да, нормально, можно играть Можно играть какие-то однобазовые темки Потому что у Уинкс оф Либерти, если помните Все минеральные кристаллы были по 1500 минералов Сейчас, напомню, у половины 1800, а у половины 900 И дело даже не в том, что суммарно получается меньше, да Потому что, ну как Если бы на половине кристаллов было 1800, на половине 1200 То это было бы то же самое, что на всех по 1500 А тут на половине 900 Но дело даже не в этом А в том, что даже если бы было 1800, 1200 Это все равно было бы в минус Для долгосрочной игры с одной базой Почему? Потому что теряется интенсивность добычи То есть самое главное для стратегии реального времени Вот такого формата, как StarCraft Это то количество ресурсов, которые ты единовременно получаешь Потому что, ну да, понятно, есть какие-то супер пассивные стили игры Но если мы рассматриваем стандартную игру То тебе нужно постоянно получать максимальный инком Да, мы ведь сравниваем вот эти таблички А не общее количество добытых ресурсов за игру Поэтому тут очень важно иметь максимальный темп добычи А для этого должны быть задействованы все 8 минеральных кристаллов И поэтому намного лучше, когда у тебя 8 кристаллов по 1500 Чем, например, 4 кристалла по 1800 И 4 по 1200 Тем более 4 по 900 Поэтому да, там не было такого сильного давления И я знаю, что многие наши зрители и игроки ностальгируют Скучают по тем временам Мол, во, Twins of Liberty Там было здорово, потому что игра на тебя не давила Игра не заставляла тебя быстрее, 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 быстрее Приходить на новые базы Но мое мнение таково, что это изменение пошло в огромный плюс Для StarCraft изменения, которые мы увидели в Legacy of the Void И более быстрый старт на 12 дронах И, естественно, вот это изменение с минеральными кристаллами И тем, сколько там стало минералов Почему? Потому что это как раз-таки увеличило общую интенсивность игры Общий темп на профессиональном уровне Да, это стало оказывать больше давления на любителей Но в целом StarCraft это игра-баланс Который затачивается скорее под киберспорт под высокий уровень Поэтому мне опять-таки кажется, что это решение правильное Тем временем Здесь Акверон играет в дроп гелионов Ну, не особо удачно С учетом того, что Блай пошел Да, Блай пошел просто в быструю 2 хатмуту Он пролетел аверсиром, разведал Увидел, что там Старпорт без пристройки И там было какое-то количество гелионов Понял, что если гелионы придут в лоб То здесь даже две плетки поставил Блай Чтоб точно все было хорошо Если будет передроп, то он его перехватит В общем, Блай максимально здорово готов Посмотрите, посмотрите на оборону Блая Все схвачено у Александра Ну, это прям, знаете, такая уже оборона уровня Как вот мутафобия есть, да? В 10 степени Вот это гелионофобия 10 степени Две плетки Пять королев, причем у Инксов Либерцы С двух басами в Легасе обзаводит И еще зерглинги, естественно Акверон уже ставит туретки Он понимает, что Блай Использует свою коронную тактику Даже вот в современном ЗВТ Два хатмута Это ровно то, на что обычно делает ставку Александр Восемь муталийсков заказаны У них будет грейд плюс один на атаку Дальше ставится Бейлинг Несс Но вот это похоже, да, на современное ТВЗ Опенинг гелионов Какая-то попытка передропать Тут дальше пошла пехота с трех бараков Викинги, правда, подстраиваются Вот что мы редко можем видеть в современном ТВЗ Муталийске, кстати, во времена Уинксов Либерти были чуть другие В чем у них не было настолько быстрой регенерации Которая есть сейчас Поэтому те же викинги, да, против них могут быть эффективнее Просто потому что Викинги будут наносить неплохой урон Который мута не так-то быстро отхилит Видите, вот давайте понаблюдаем за этим муталийском Просто медленно восстанавливаются ХП Нет никакой быстрой регенерации После того, как муталиск был вне сражения Вот сейчас бы в Лотве Муталиск уже был бы на оранжевых ХП Потом на желтых ХП И во время следующего залета был бы на зеленых А тут, видите, викинги его пробили И этот муталиск все еще на красных ХП Особо ничего не изменилось Чтобы он отрегинился, ему прям несколько минут нужно Поэтому, да, вот викинги в связке с туретками Это вполне неплохой вариант против небольшого количества муты Еще пара муталисков тут пробивает акверон И Блай пока мутой вообще ничего не может добиться Но муталисков становится больше Блай делает грейды 1-1 Да, грейд нам у бейном Все как положено Акверон просто штампует морпехов Причем у него уже четвертый-пятый барак есть Ничего себе Акверон собрал, кстати, очень большой боевой лимит Нет, Блай, нам не нужно 3-0 Ой, как же больно Как же больно, Блай Ладно, не переживайте Если будет 3-0, то будет антиспойлер Так и знаете Вы сейчас смотрите на продолжительность видео А там еще дофига контента Антиспойлером будут Не скажу, что Есть идея Блин, как же плохо Блай Как же плохо Блай бейном закопал Да, жалко только, что Акверон здесь не пошел Идея прекрасная, да С закопанными бейнингами Блай В своем репертуаре Однако Проблема в том, что Акверон идет со стороны камней На третью, да И тут никаких бейнов нет Блай бежит вперед Муталисками и зергингами В контратаку И он разминулся С подкреплением Акверона Блай остается без третьей базы Ну а тут просто врыв на натурал Терана Так, интересно Интересно Боевые лимиты 79 на 56 Но уже в продакшене соперника Оказываются эти муталиски и зергинги Там реально очень много битой муты Но пока, видимо, на нее плевать Тут Блай нападает Непонятно, как нападать вообще на эту армию Если честно, там очень много мариков на хайграунде Вообще, дикое количество марпехов Просто гигантское Бэйны толком до них не докатываются Блай, правда, больше лимита Но это потому, что он рабов на забирал Видите, там уже почти 20 СВ уничтожено Продолжает наступление Акверон Королевы с брудлингами идут вперед Брудлинги мешают терану Ну и как же тут вкатываются бейлинги Что? Джи-джи Блай каким-то чудом отбивается от этой атаки Акверона Там Бэйны как-то вообще по-дикому вкатились в марпехов 2-1 Блай размочил счет в этом матче А эта карта, господа, называется Плато Шакураса Она тоже появилась в 2011 году И, надо сказать, она... Ну, вот как для своего времени Выглядела вообще топово То есть, эта карта прям считалась, наверное, лучшей в 2011 году Я вот так прям с лета могу вспомнить Несколько потрясающих эпичных игр на ней Конечно, там вспоминается ПВП, Вайтра и Эмси В матче сборной Кореи против сборной мира И самое главное, вспоминается матч ММА против Дон Грая Гу Это был финал GSL Blizzard Cup 2011 года И это был прям самый крутой матч того года, скорее всего Плюс потом эта карта игралась еще в 2012 Я помню, как тут протосы играли Всякие приколюхи из серии там Пуши, масс-блинг сталкерами и призмой Сентри Вот если появились на одной вертикали, да То протос закрывается наглухо Делает с двух бас... Тьфу, на какой одной вертикали? На одной горизонтали Делает с двух бас блинг Прыгает здесь И потом запрыгивает к зергу на мейн сразу Тут, правда, не суперудобно было драться Но это не важно Факт в том, что, в общем, действительно так играли Что делает Акверон? Акверон, кстати, играет два барака и идет вперед То есть он поставил два барака дома И теперь он идет куда-то вперед Хотя Блай играет пул до хаты Хммм Блай, правда, при этом всего двух лингов построил Он пока не знает, что делает соперник Опа Сюрприз Да, типа удалось забрать одно из CV, но Тут идет вперед куча рабов И что? И Акверон просто будет застраивать соперника бункерами? Жесть! Ну, такое я не могу сказать, что я не помню во времена Ашакура с плато Да, так играли на самом-то деле Но мне больше вспоминается, как протос идут форсфилды и бросали Они как терны бункерами застраивались Так, ну это интересно Тут уже есть королева Королева довольно ранее опять-таки По-моему, искликнул Акверон по кому-то своему Бахнул Но бункеры все равно достроятся Пофиг на эту королеву Да, бункеры достроятся Что делать? Ребят Ну, тут как-то тоже для Блая пахнет жареным Для Блая вообще в каждой игре пахнет жареным Просто в прошлой игре он каким-то чудом отбился Нужны детонации бейлинга Топовые Нет, тут хату вообще не отбить Мне кажется, что вообще Блай неправильно поставил Вот зачем ему третья плетка? Он же хату не отобьет, правильно? А если он не отобьет хату, то зачем ему плетка? Да... Конечно, придется терну больше ресурсов на починку тратить Но... Да нет, зачем ему вообще дальше цепляться за эту территорию? Он забрал у оппонента вторую хату Дома Ставим ЦЦ и бункер, и все Что тут парится? Вот так Акверон делает? Да ладно, да ладно Он просто плетку сейчас фокусит Ну и он реально ее заберет Минус спайнкраулер Акверон тут вообще жестит Ладно, может ты прав, Блай Может если бы не третья плетка, его бы сейчас вообще пробили Продан на один из бункеров Акверона Блай ставит Бейлинг Нест Так, ладно, давайте включать мозги Что может сделать Блай? Ну Блай-то уже включил мозги, понятно Теперь нам с вами осталось Ну мне, по крайней мере Пробежать мимо бункеров, да Если играть однобазовую улынку Надо пробежать мимо бункеров И попробовать, типа, забейлинг бастить оппонента Но Акверон, кстати, хитрый жук, да Он не ставит второй командный центр Он ставит Factory Как раз, видимо, для того, чтобы Гелеонов получить А еще он хитрый жук В том плане, что он здесь Уводит домой морпехов Да, это очень грамотно Не очень грамотно, правда Что эти пацаны на дотекание отдаются И Блай почувствовал, да Почувствовал, что какая-то фигня происходит Понял, что оппонент пытается спасти морпехов И сейчас он их догоняет и наказывает Так Становится интереснее Становится интереснее Отойдет ли вообще Акверон домой Потому что здесь не так-то много морпехов И он их в итоге заводит за стенку Но вот линги тоже пробегают С другой стороны, не знаю Когда Акверон вообще тут взял, отконтролил Почти ничего не потерял Благодаря рабочим Благодаря хорошему микроконтролю Умница, Акверон Блай в итоге ставит хату Ну, вот в макро это играть будет очень тяжело Очень тяжело будет это выиграть в макро Там второй командный центр по такому же таймингу По которому у Блая вторая хата Там куча морпехов Там есть фэктори И, видимо, будут танки делаться Чтобы не было какого-то бейлинг-баста А Блай делает леер Нидус Куда-нибудь сюда, а? За шиворот терну Посмотрите, какая огромная база Куда угодно можно Нидус впихнуть Хотя, с другой стороны, Нидус и Нидус Чем? Чем будет пробивать Блай? У него две королевы и семь лингов Нет, снова шпиль Блай рассчитывает на то, что он муталисками Сможет выиграть игру Ну, посмотрим Посмотрим, господа Я настроен, конечно, максимально скептично Скан от Акверона И он видит шпиль А сейчас бы отменить и Нидус бахнуть, а? Блай Нет? Не хочешь? Не хочет Блай Ладно Он оставляет шпиль Опа! Акверон! Да-да-да Это мега грамотно Он бросил скан Он понял, что оппонент сейчас попытается прохалявить и выйти в муту И он тут же предпринимает попытку выхода в атаку Для того, чтобы заставить Блай заказаться А знаете, что было бы максимально грамотно? Значит, занять обе зелнаги и не пойти вперед То есть, заставить дозаказаться, а потом уйти Да-да-да! Акверон просто мастер Ну и Блай, кстати, при этом он очень осторожно сыграл Он построил там сколько-то собак Которым он сейчас попытается эту армию все равно съесть Ой-ой-ой, Акверон! Акверон на муве идет Сейчас он пытается все-таки как-то тут разрулить Надо, чтобы танк принимал урон Морпехи наносили Да-а, Акверон расконтролил Очень прикольная игра, ребят В Инстов Либерти Смотрится неожиданно свежо, не находите? Мне прям нравится то, что мы видим сегодня Да, у Блая газа аж на 5 муталисков Ну, что поделаешь Придется работать с чем есть, с 5 мутами У Блая не оптимизирована добыча на майне Ну ладно, это мелочи жизни Гелионом прокатился Акверон Увидел, что это игра 2 базы в 2 У Акверона делается стим У Акверона, вот что плохо, у него старпорта нет Он только-только вообще второй газ поставил Медленно, конечно, развивается экономика У Инстов Либерти по сравнению с Лига Севдвоид Хотя мулы, кстати, приносят по 30 минералов А не по 25 То есть мулы тут эффективнее Они больше денег приносят Террану Чем в современном Старкрафте Ой-ой, тут редко не достроилось Но нормально Не слишком много было потеряно 9 рабов забрал Блай Доделывается стим Блай морфит бейлингов А не для того лишь, чтобы техлабу забрать Ой-ой-ой Акверон куда-то ушел Это техлаба, в которой исследуется стимпак Да ладно, да ладно Акверону нужно любой ценой ее защитить Он подводит рабочих Он чинит техническую лабораторию И стимпак, 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 стимпак Все-таки доделается Нет или нет? Бейлинги докатили Стим все-таки доделался Блай взрывает техлабу Но теперь просто у соперника не будет щитов В течение какого-то времени А вот стим уже есть И его уже успел вколоть Акверон Другое дело Что стим-то есть А без медиваков Как им пользоваться-то? Понимаете, какая тут проблемка есть? Да, кстати, турецкие Во времена Уинксов Либерти Опять-таки были куда более полезны против муты Именно из-за того, что мута медленно регенилась То есть Туретка на дистанции Неплохой урон может наносить И даже если она по разным мутам будет стрелять Она их довольно сильно пробивает И выводит из строя на какое-то время Так что Туретки, да, тут прям реально муту останавливают Посмотрите Вот эта мута на красный хп Все, она уже не воин Акверон добавляет еще бараки Но не добавляет старпорт Это странно Как он без медиваков-то планирует играть? У Блая вообще неожиданно все хорошо Я не знаю, как он это делает Что, реально зерги им бы были в воле? Как? Как? Тут мулы добывают больше? У Тера на второй командный центр По такому же таймингу По которому у зерга вторая хата Как вообще это возможно? Почему зерк сейчас как будто впереди? Ну есть же ощущение, что он впереди Вы согласны? Третья база вон даже появилась и заработала Акверон делает щиты И видимо вот стимпак щиты плюс один Он такой выход сделает Понятное дело с апгрейдом на раскладку танком Блай снова врывается мутой на мейну Тут можно попробовать эту редку забрать И действительно забирает ее Блай Жесть, как много рабов теряет Акверон на этом 29 ACV убил Блай Блай муталисками прям невероятные вещи вытворяет Но это похоже на 2-2, согласны? 11 бейлингов заворачивает Блай Готовится к выходу соперника Понимая, что Акверону тут уже нечего дома сидеть И выходу точно быть Выход довольно масштабный 43 морпеха и 4 танка Морпехи со стимпаком и будут со щитами Ну главная проблема Да, Акверон умница сканет и видит закопанных Бэйнов Блая Все эти расставленные Александром ловушки А вот эту, а вот эту И эту ловушку обнаружил Ну, красавчик Акверону не успел разложить он танки Калывает стимпак, разбегается морпехами Здорово разбегается, вопросов нет Вот только танки он потерял А морпехи получили урон А медиаков нет Блай заворачивает новую порцию Бэйнов Ну да, это ГГ Тут уже на крипе сражение Акверон может разбираться, как разбегаться Точнее, как хочет Но разобраться с этими Бэйнами У него уже возможности нет GG 2-2 Добро пожаловать в пятый решающий сет А состоится он на карте Ахана Ахана это, наверное, наиболее поздняя карта Из всех, что были в нашем мапуле И она уже выглядит вполне по-современному Это карта, которую создали корейские мапмейкеры Если я не ошибаюсь И это карта, которая появилась в Старкрафте Как будто бы где-то во второй половине 2012-го Может быть ближе к 13-м И вот еще в 13-м она игралась Может даже она и в 14-м еще игралась Короче, эта карта прям такая Довольно долгоиграющая И вот она действительно уже по-настоящему современна Она вполне вписывается в современную мету Тут вполне, опять-таки, современная третья база Единственное, что опять эти камни Но если я не ошибаюсь Потом даже делали отдельно версию Аханы В которой камней не было Для того, чтобы прям можно было спокойно на третью выходить Там зерги не плакали и так далее Ну, что будет делать Акверон Акверон возвращается к билдам в барак и командный центр В принципе, вот давайте проанализируем Как игроки действовали на первых четырех картах Акверон играл в барак ЦЦ на первой и третьей карте Один раз победил в мех Второй раз проиграл в био На антиге Далее Была карта степсов уар Там вообще жесть какая-то была Блай шел в роучей Соответственно, Акверон шел там В каких-то бандшей однобазовых В общем, там понятно Там Акверон победил Ну и, наконец, прошлая игра Два барака Раш бункерами Вроде как успешный у Акверона был Но он ему не помог Блай В мутолисков проиграл только механизации Против био Если он строил муту, то он побеждал Соответственно, мне кажется План Акверона должен быть связан с мехом А план Блая с мутой Логично Логично ли я рассуждаю? Кажется, что да Акверон, да, играет в барак ЦЦ 2 газа Вновь Это был один из наиболее популярных Опенингов во времена Уинксов Либерти Меня, кстати, удивляет Что Акверон все это шарит Что он пытается не какие-то там Современные Рипер, Гелеоны Он реально катает А, подождите, там для Рипера Вообще техническая лаборатория По-моему, была нужна Поэтому по Риперам отбой Но в любом случае Он Катает прям Крутые билды того времени Вот, реально Терны играли именно так Барак ЦЦ 2 газа Причем Честно говоря, я не уверен Что они ставили ЦЦ на хайграунде Но Против Блая, наверное, это не лишняя перестраховка Ну и на этот раз тут Как и на Антигии 1-1-1 такой То есть Фэктори Потом Старпорт Может быть, вновь будет Медивак Как на Антигии Может быть, что-то другое Блай все пытается разведать Но тут Ловят его марики А Блай тут же бросается вперед собак Невозможно, рассчитывает пробежать Я бы не стал Все равно Эхи все убьют. Тут еще гелионы. О-о-о! Прикольная позиция для лингов Блая. Да. Акверон-то в итоге даже не увидел этих зерглингов. Если он с домариками просто так не подойдет, то получается, что линги вот под прикрытием. Видите, ищет, ищет собак соперника Акверон. Но себя под носом вряд ли проверит. Блай еще так прячется. Видите, прям к стенке прижались собачки. Не трогайте нас. Не тронет их Акверон, потому что он не знает, где они. Банша с невидимостью. Вот еще к чему вернулся Акверон. К баншам, которые подарили ему победу на Steps of War. Может, это и неплохой вариант. Да, Блай 100% играет два хатмута. У него снова, видите, плетка, бейлингнес, лейер. Все четыре газа работают. С Блаем все понятно. Акверон пока даже непонятно, в био или вне будет играть. Просто Гелеона и Банши. А вот и пробегает Блай. Своими спрятавшимися собаками. Но не сказать, чтобы он там получил какую-то ценную инфу. Он же не видел Баншей, да? Или видел? Ну, судя по отсутствию в справовых колонии, по идее, не должен был. Акверон таки перейдет в био. Прям, смотрите, сразу сколько бараков. Плюс четыре барака он ставит. Гелеоны пытаются проехать. И проезжают снова у Блая. Какая-то неидеальная стенка. Но у Блая очень много лингов. Он окружает этих Гелеонов. Да, тут Акверон вообще ничего не добился. Акверон. Хотя как? Он, может, и не добился ничего Гелеонами. Но он отвлек Блай. Отвлек его королеву. И в этот момент он ворвался Баншой. А тайминги шпиля он видел? Ну, должен был, да. Должен был оценить тайминги шпиля Акверон. Акверон уже суицидит Баншей. Ну, нормально. 12 фрагов. Но здесь внезапно забегают зернги. Ой-ой-ой. А зернги-то съедают морпехов. А продакшена морпехов нет. А Гелеоны были потеряны. Да ладно. Просто лингами сейчас врывается Блай. Где Банша? Банша домой возвращается. Да, у Акверона только встал весь этот продакшен. Понимаете? Он только-только появился. То есть у него еще не успели выйти морпехи из барака в Акверон. Он реально вынужден Баншу домой вернуть. Вот что значит стенка на натурале. Стенки нет и, пожалуйста, сразу проблемы. Двумя Баншами в итоге вернулся Акверон. Вместо того, чтобы этими Баншами там летать и наносить сопернику урон в атаке. Приходится срочно заказывать морпехов. Потому что инженерки нет, туреток нет. А там в заказе 9 муталийсков. Это реально проблема. Да, будет контратака двумя Баншами. Можно ими чего-то добиться серьезного. Но против муты пока очень мало всего. Вот только ставится инженерка. Акверон рассчитывал чисто на массе морпехов отбиться. У него бы уже и медиаки были, если бы эти линги не ворвались и не испортили ему билд. Банши тут пытаются найти, чтобы убить. Начинают с королевы. Здесь посмотрите, что происходит. Да, здесь уже врывается мута. Приходится отменять соплаи. Уже готовы забегать и зерлинги. Большие проблемы могут быть у Акверона. Акверон сейчас пытается перехватить муталийсков. Но Блай четко отконтролил. Блай забегает лингами на натурал. Там как раз ставилась туретка. Туретка будет уничтожена. Здесь Блай очень здорово контролит против Мариков. Да, на натурале он просто забирает у соперника туретку. Тут Банши просто хату пытаются уничтожить. И вполне вероятно они справятся с этой задачей. Но муталийске уже на мейне испанского терна. Акверон разделил Мариков на две группы. И возможно это фатальная ошибка. Потому что муталийске готовы воевать с каждой из них по отдельности. Вот против всех Мариков они воевать не готовы. А против отдельной группы справа и группы слева легко. Тут королевы все-таки вернулись на третью. И отбили ее. А муталийске реально просто всех Мариков убивает. Просто всех Мариков. Когда вы такое последний раз видели в ЗВТ, господа? Возможно как раз году в 2011. На дворе 2021 люди проводят турниры по Уинксу в Либерти. А Блай демонстрирует удивительнейшие камбэки. Вот в таких вот матчах по первой части нашей любимой игры. Для вас работал Alex007. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делитесь отзывами в комментариях. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok